Татьяна Татьяна, что духовность, что это, лёгкость души, понимание, что делать, понимание, куда двигаться? Ну, лёгкости души пока нет, но понимание есть, да, вот хорошо, что вы меня поняли и направляете в нужное русло. А что стало последней точкой, когда вы обратились к тяжему, по сути, к человеку, которого вы вообще не знаете? Последняя точка, ну, потому что я уже не понимала, почему у меня какие-то события повторяются в жизни. Я не могла найти законопроектность эту. Ну, потому что будут нас слушать все девочки из того же даже чата, да, и они будут задавать, может, не надо, может, я как-то сам справлюсь, да, может быть, как-то оно само разрешится, может, оно как-то само собой, как беременность рассосётся. А какой совет вы бы дали людям, которые сейчас вот сидят и тоже думают, идти, не идти, обращаться, не обращаться? Не, ну, в любом случае психолог, это, конечно, палочка-выручалочка. Подруги, они не могут, они в основном занимают твою позицию чаще всего, потому что если общаешься с людьми, они как бы, ты уже с ними на одной волне, да, я так думаю. И вот я пыталась с подружками эти ситуации обсуждать, но как-то они не приносили никакого, ну, трезвости, понимания правдивости ситуации, а как оно может быть на самом деле. Конечно, психолог нужен. Так же, как экспертность, да, в любом месте. Ну, то есть, когда мне нужен маникюр, я иду к мастеру маникюр, я экспертно буду во всём. То есть, я включаю, когда мне нужна стрижка, я иду к парикмахеру. Когда мне нужны делать глаза, я там иду делать глаза, да, когда мне нужен массаж, я иду. То есть, психолог, это такой же один из экспертов, который делает психокоррекцию какую-то и выводит человека на связь с самим собой. Потому что все могут уйти из нашей жизни, но я, называется, никуда не уйду. Сколько людей уйдет всегда там куда-то в другую страну, в Америку, в Израиль, но остаются сами с собой, и это то, что остается с нами навсегда. Спасибо большое за отзыв, спасибо большое за открытие, спасибо за честность, и будем дальше работать.